Первая экскурсия в музее воинской славы. Еще не открывшуюся экспозицию военной техники в Парке Победы посетили ученики 29-й школы. Эта экскурсия стала продолжением акции «Патриотический десант», организованной Молодежным центром «Горком-35». Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Сто-тонный кран устанавливает боевую машину пехоты на свое место. Теперь первая советская боевая бронированная машина навсегда останется здесь, в Парке Победы, в качестве музейного экспоната. По состоянию видно, это настоящая боевая техника. Есть даже пробоины на корпусе. Такие БМП стояли на вооружении советской армии с 1966 года, участвовали в вооруженных конфликтах второй половины 20-го столетия. Это последние машины, которые были установлены в минувшие выходные в Парке Победы. Официальное открытие музея воинской славы намечено на 8 мая, но уже сегодня здесь первая экскурсия. Это называется оборудование подводного вождения танков, ОПВТ, когда танк форсирует реки, уходит под воду. С таким оборудованием Т-80 может опускаться на глубину в 5 метров. А еще он стреляет бронебойными снарядами, которые заряжаются автоматически. Пушка, гаубицы, самоходные артиллерийские установки – всего здесь 8 экспонатов, списанных Министерством обороны. В основном оружие времен Советского Союза, но есть и экспонаты, прошедшие Великую Отечественную. Первыми историю каждого боевого орудия услышали ученики 29-й школы. Экскурсию для ребят организовал молодежный центр «Горком-35» в рамках акции «Патриотический десант». Мне понравилась сегодняшняя экскурсия. Я узнал, что здесь есть танки, которые стреляют на больше 18 километров. Очень здорово, что у нас в Вологде открылся такой музей. Мы сумели первыми его посетить. Это очень интересно. Акция «Патриотический десант» стартовала больше месяца назад. За это время интерактивные уроки, посвященные патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, прошли в 12 школах Вологды. И сегодня проект начал осваивать новые форматы. Наш «Патриотический десант» продолжит свою работу в течение всего года. Мы хотим охватить все школы нашего города. Будем искать различные интерактивные формы, чтобы ребятам было интересно, занимательно. Также привлекать известных людей, чтобы они стали модераторами наших площадок. А до официального открытия музея военной техники осталось совсем немного. Пока здесь идут еще последние приготовления. Машины красят, а рабочие ремонтируют вход и устанавливают ограждения, чтобы 8 мая новый музей встретил гостей во всей красе.